Возрождаемый Симферопольский кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского своим великолепием поражает и паломников, и гостей крымской столицы, и даже горожан, постепенно привыкающих и приобщающихся к великому прошлому бессмертного русского православного мира, его подлинности и великолепию. В Нижнем храме в честь святителя Гурия, покровителя Симферополя, богослужения идут ежедневно и своевременно. Митрополит Симферопольский Крымский Лазарь, стараниями которого и был возрожден Златоглавый собор, возглавил перенесение мощей святителя Гурия, здесь он отпевал погибших в авиационной катастрофе над Черным морем, здесь Владыка принимал поздравления с Рождеством Христовым, совершал чин великого освящения воды в праздник Богоявления, встречал Великий пост чином прощения и чтением покаянного канона Андрея Критского на первой постной седмице. Здесь праздновал вход Господень в Иерусалим и славил воскресшего Христа, встреча благодатный огонь из Иерусалима. Владыка очень любит этот собор и молится здесь с особым благоговением. А в Верхнем соборе завершаются росписи храмовых стен. Кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского станет, уже стал жемчужиной не только Симферополя, но и всего Крымского полуострова. Семь человек трудятся на 30-метровой высоте, упорно, скрупулезно, с отчаянием. В общем и целом мы занимаемся живописью с Ильином Федоровичем. Еще ребята подключаются. Основная работа – это живописные вставки. Непосредственно моя работа. Ну и общие вопросы мы тоже вместе все решаем. Руководитель творческой группы Владимир Страшко художник с именем. Трудности были, конечно. Например, роспись купола. Это во всех храмах задача не из простых. А здесь еще и объемы. Росписи купола было уделено особое внимание. И по сюжету, потому что сама система росписи и сюжет оригинальный, он в какой-то степени, можно сказать, уникальный. Таких очень мало. За какой-то пример был взят роспись купола Исаакиевского собора. Ну, общая идея какая-то там была навеяна Исаакиевским собором. Ну и ряд основных композиций. Они тоже несут такой авторский отпечаток. Но в этом и задача ставилась. Передо мной такая задача ставилась и самим собой, и со стороны епархии. Почти 4000 квадратных метров расписали мастера за три года. В процессе добавлялись какие-то сюжеты по просьбе правящего архиерея. 47 ликов написали. И еще предстоит создать образ ста крымских святых. Впереди роспись западного предела собора. Образа преподобного Серафима Саровского и накупольного покрова Божьей Матери. По голосовению архиерея при храме уже целый год всех духовно жаждущих и страждущих принимают в просветительском центре имени святителя Гурия. Почти 2000 квадратных метров с другий год всех духовно жаждущих и страждущих. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Нигде не помня своего, да возликует все творение в час прославления твоего. Образовательные встречи для взрослых, воскресная школа для детей, детский хор, кружок вышивания, мальчики его, к слову, тоже охотно посещают, курсы английского языка и, наконец, молодежные встречи со священником. Наш центр, одушевленный, так говорят юные симферопольцы. Я говорила о том, что для меня это не что кто, наш просветительский центр. Именно потому, что мы, я лично пришла сюда после знакомства с отцом Василием Шаниным. Он пришел к нам по приглашению нашей профессуры к нам на факультет и после этого мне захотелось прийти сюда. И, собственно, вместе с этим, как бы, мое воцерковление продолжалось. Поэтому для меня эти люди очень цены, потому что я с ними общаюсь лично непосредственно. Я больше, наверное, пришла сюда именно из-за этих людей и на хор пошла тоже, потому что матушка такая радушная пригласила нас. И это очень ценно, когда к тебе относится непосредственно личное общение. Регулярно на наших встречах взрослых бывает от 25 до 45 человек. Детские встречи – это стандартно 20-25 человек. И мы наблюдаем в течение года, что все время идет прирост. То есть люди приходят, люди узнают о центре, люди принимают активное участие в его проектах, а проекты действительно разные. На самом деле сюда приходит с каждым днем все больше и больше людей. Особенно радует, что почти все они очень молоды, однако находят время вынурнуть из социальных сетей и вдохнуть чистого, незамутненного, вечного. Меня наоборот огорчает то, что я трачу много времени на эти гаджеты и на то, что я много провожу времени в сети. И потраченное время здесь, оно никогда не проходит зря. Никогда. Оно всегда ценно именно моментами, которые здесь происходят. Оно ценой информации, которую ты здесь получаешь. Потому что этого не вычитаешь просто так. Тебе дают здесь в максимально сжатой форме, максимальную концентрацию того, вот именно, что тебе нужно знать. Не перерывать гору информации, как тебе приходится это делать в интернете, потому что там можно встретить и мусор всякий. А конкретно, четко, твой вопрос, ответ и информация непосредственно по Евангелию, которым мы занимаемся, изучением. Образовательные встречи для взрослых – это главная образовательная программа Центра. Верующий человек не может не изучать предмет своей веры. В Центре углубленно изучают священное писание, священное предание, историю, богослужение, богословие. В таких центрах, в таких мероприятиях как-то по-особенному ощущаешь ценность человеческой души, бессмертие человеческой души. Мы находимся на территории удивительного храма, храма, где служил сам святитель Гурии. Человек, который всю свою жизнь сеял прекрасное, доброе, вечное. Был тем евангельским свидетелем, который поселил такие зернышки, уже спустя столетия дающие свои многочисленные прекрасные всходы. Поэтому мне кажется, что нам в наше время нужно как можно больше живого, человеческого общения, таких прекрасных мероприятий, концертов, встреч, презентаций. Ни один интернет, ни одна электронная книга никогда не заменит живого контакта, живого общения и знакомства напрямую, что называется, с вечными ценностями, с нашей духовностью, великой культурой русского мира. Детские и молодежные хоры – особая забота и непрестанное попечение Матушки Евгении. Она с нескрываемым волнением наблюдает за выступлениями своих воспитанников, особенно на таком как бы отчетном концерте. Ведь в хор приглашают не только тех, кто обладает музыкальными талантами, но и тех, кто просто любит петь. Наверное, самое трудное – всех собрать, потому что все-таки у нас люди, ну не сказать, что разрознены, но все равно всех воодушевить, собрать, как-то вдохновить, вместе делать одно дело. Это всегда лично приглашаешь каждого, зовешь, собираешь, вдохновляешь. Вот это, наверное, самое трудное, и я рада. У нас сегодня выступали преимущественно коллективы нашего просветительского центра, но у нас также бывают и приглашенные православные артисты, и певчие, и инструменталисты. И я рада, что эти все люди здесь собрались и считаю это самым большим достижением для себя лично. Удивительно красивая, гармоничная и светлая пара отец Василия и матушка Евгения Шанины. Как модно сегодня говорить – позитивная. Искренние улыбки, светящиеся глаза – здесь никто не работает для галочки. И это очевидно. Они вместе отмечают праздники, выезжают за город и еще объединяются в совместной молитве в древних храмах Крыма. Когда только все успевают. Самое трудное в созидании этой деятельности – это было решиться. Решиться, идти путем просвещения. Это было самое, наверное, сложное. Потому что, а как оно будет? А кто приведет детей? А получится ли что-то вообще? И когда мы провели первую встречу, посвященную Дни Семи Любви и Верности, и когда услышали отзывы многих людей, которые пришли по приглашению, мы действительно загорелись. Загорелись внутренне. И уже дальше чувствуем особую поддержку Святителя Гурия, конечно. Потому что, когда все из-под каких-нибудь, знаете, повелительных тонов, все не получается. А когда все снизу, внутри, с сердца идет, тогда действительно хочется. Хочется что-то делать. Особенно, когда слышишь отзывы, что людям понравилось, что они для себя что-то открыли, что они узнали, что церковь, она открытая, она интересная. В ней всегда есть что-то живое. И это, конечно, самое то, что радует и что вдохновляет продолжать дальше.